Ты сегодня забил? Твои эмоции? Я сегодня забил, я рад. Что испытал, когда не оказался все-таки? Положительные эмоции от того, что забил гол. Что, может сказать, 5-0 и очень уверенно победили сегодня? Ну, что-то иногда будет обманчив. Химки тоже играли довольно хорошо, создавали моменты. Нам повезло, что мы забили столько. А какие сложности сегодня Химки доставили? Показалось, что вообще сложности нет никаких. Вот, показалось. Ну, а какие доставили? Ну, много было неприятных моментов, особенно в переходных фазах. Бывало такое, что игроки оставались довольно-таки техничные. Один на один на большом пространстве создавали для нас неприятные ситуации. А когда последний раз забивали, помните? Профессиональный матч? Спортаке 2, наверное. Не помню, когда. То есть у Спартака первый мяч получается? Да. А Москалям сегодня не нужно? Не по-настоящему? Почему он был с нами в отеле? Он дал нам установку перед игрой. Просто он не мог присутствовать сегодня с нами в разделалке. Но мы чувствовали его присутствие. Ну, непривычная ситуация была. Ну, да, не так часто удаляет тренера. Вы знали, что он не будет на следею смотреть, что приедет туда на базу? Не говорил что-то? Нет, ничего не говорил. Мы не знали. Он ехал с нами до конца в автобусе. Потом вышел, видимо, и изменил свой путь. Чем ощущения, когда Москаль на брод? Как отличается от того, когда выйдет? Я думаю, надо будет смотреть в длительном промежутке времени, если такое удастся. Потому что по одной игре тяжело судить, что отличается. Потому что его помощники, они максимально близки к нему. И, в принципе, все те же эмоции постарались передать. Установка у нас была в отеле. Вам проще играть в четыре защиты, чем в пять? На самом деле, не имеет особой разницы. Главное, понимать, что тренер хочет соблюдать игровую конвой. И это уже не так принципиально. Играем в четыре или в пять. Ну, просто при пяти, три центральных и народной роли. Больше при обороне своей пары? Ну, не всегда так на самом деле. Иногда бывает, что ты играешь в четыре центра защитника, но при этом вы поднимаетесь гораздо выше, и это более авантюрно, чем в четыре. Более авантюрно? Ну, да, более рискованно. Каким вам показался соперник сегодня? Нет ощущения, что это самая слабая команда, с которой вы играли? Нет, такого ощущения нет. Нет? Нет. А какая самая слабая тогда? Я не хочу об этом судить. Ну, бывает такое, мы забиваем пять, тогда забивали Краснодару шесть, но это не говорит о том, что Краснодар слабая команда. Бывает день, когда залетает много, бывает день, когда не залетает. Несколько моментов допустили, когда били и ждали по воротам на сериях, что он вам сказал? Ничего, он, видимо, после игры уже был раз, что оставил воротам на нуле, и что все закончилось, и сухой матч. Я где-то читал, что вы страстный болельщик Барса и комментировали матч вот недавно? Ну, видимо, люди много преувеличили. Я был сразу на болельщик Барса до всех этих великолепных рычагов, потому что это немного меня расстроило. Но, да, я отдаю свою симпатию. Уже не так ярьяно, как раньше. До всех великолепных? До всех великолепных рычагов, активированных Барселоной. Барса, почему такой разный? Похоже на разный? Нет, это похоже. Он через правый бок прыгает, а я через левый. Паша, слушай, а ты еще голод? Все, а можешь компритизировать? Ты прикалываешься просто и идешь чем с левой, чем с правой? Да, я пошутил. Ты не придумал? Не, я не придумал. Не, я был готов. Что ты придумал? Не, я не буду. Пусть лучше это будет тайной. Буду импровизировать, буду импровизировать. Спасибо. Ты еще был в Кольцовке, да? Ты пошел вперед, там было. Убегал еще после мяча. Тот факт, что ты подключаешься вперед. И в матче с Самарой ты за линии атаки тоже дал голевую направленность. Это то есть подключение к тренеру или просто при своей инициативе, когда есть ситуация, берешь вперед? Тренер хочет, чтобы мы играли агрессивно. Иногда такие ситуации появляются, когда можно подключиться к атаке. И у нас всегда есть люди, которые готовы подстраховать, закрыть зону. И в этом нет ничего страшного. Просто по цепочке команда перестраивается, и я оказываюсь в зрении повыше. И абсолютно взаимозавиняемость у всех. Спартаковские болельщики очень переживают, что Семель Жига ушел, второго Жига нет. Учитывая, как он подключился к атаке, как ты сейчас через атаке, вы можете стать вторым Жигом? Нет, я не хочу быть вторым Жигом. Просто я хочу быть первым маслом. Я не хочу нацикаться на эти сравнения. Жига великолепный футболист, но не хочу сравнения. Какой вы дерзкий? Я не дерзкий абсолютно, вам кажется. То есть не нравится сравнение с Жигом? Нет, просто... Уверены в себя? А почему? Зачем сравнивать Жига? Просто Жига великолепный футболист, я это подчеркиваю еще раз. Просто я хочу быть отдельным звеном, не хочу ассоциироваться с Жигом, а хочу ассоциироваться с самим собой. Но важная ротация, которая есть в центре обороны Спартакры, когда постоянно только Жига, а второй человек меняется. Она как влияет на вас? На меня на самом деле влияет позитивно. Я понимаю, что многое зависит от работы на тренировках. И все чувствуют в команде. Нет таких людей, которые понимают, что они не будут играть ни в каком раскладе. И новый кубковый формат на самом деле позволяет задействовать всю обойму, чтобы все чувствовали себя важными звеньями в команде. Вам нравится новый кубковый формат? Да, мне нравится новый кубковый формат, потому что с учетом отсутствия Еврокубков, это добавляет дополнительные игры, чтобы не были постоянно недельные циклы. Иногда были игры в Медвиг. То есть просто меньше тренировок получается? На самом деле речь не о том, что меньше тренировок или больше тренировок. На самом деле у нас не так много. Даже когда у нас есть игра в Медвиг, мы проводим одну стандартную тренировку, а дальше идет нагрузочная. Так что это не так сильно убирает количество нагрузочных тренировок. Просто интереснее играть всегда, чем тренироваться. Традиционные вопросы про «Зенит» мы здесь задаем. На ваш взгляд, насколько велики шансы удержаться за «Зенитом»? Я не хочу, спасибо. Насколько велики шансы удержаться за «Зенитом»? Спасибо, я не буду отвечать на это. Можешь сказать, Павел, что у «Спартака» сейчас идет все по маслу? Наверное, да. Сколько сейчас? 10 побед, 10 игр без поражений. Наверное, сейчас хорошая победная серия у команды. Серия без поражений. Вы самую крупную победу одержали сейчас при «Абаскале», но при этом его не было на стадионе даже. Парадокс или, в принципе, все к этому шло? Предыдущий домашний матч тоже 5 за 2. Сейчас вообще не пропустили. Не знаю, мне трудно судить, парадокс это или нет. Потому что он мог быть сегодня на игре, и игра могла сложиться по-другому. Он могла сложиться точно так же. Потому что загадывать и в этом – это своего рода фиггабочки. Его нет или есть. Павел, главное требование, что ли, об «Абаскале» к центральному утащению? В чем заключается? Он хочет играть смелый футбол, он хочет играть низом, он хочет находить вертикальные передачи за оборону. Он не хочет, чтобы мы постоянно били вперед. И он хочет, чтобы мы обронялись высоко, играли один в один, не боялись и выжимали линию обороны как можно выше. То есть вариант, когда центральный защитник получает мяч и засаживает его над центральным металлозащитником, он не исключается? Почему исключается? Бывает такая ситуация, когда нападающий хорошо открывается, и ты видишь зону, и одной передачей можно отрезать большую группу футболистов и выдать передачу один в один. Конечно, это можно всегда пробовать сделать. Просто речь о том, чтобы не сбиваться на эту игру и не играть только длинными передачами в надежде на борьбу и подбор. Вы сегодня чувствовали, что на той стороне поля очень много спорта? Честно говоря, об этом даже не задумывался. Я знаю многих ребят, не всех больше спартаковцев, но многих из них знаю. Мы их тепло попроведствовали, мы хорошо общались, когда были здесь, но какого-то особого настроя у меня лично это не вызвало. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.